Ну, как бы, я их сейчас не использую, у меня только программа. Если хочешь, могу программу дать, я тебе объясню, как их создавать. Да не, у меня есть программа, просто создай венлог, сейчас 1-4 просто казнь сделай. Я тебе программу сейчас кину, я тебе покажу по дымке, как создавать венлоги. Да не, да не, чувак, у меня у самого есть своя программа. Такой, как у меня, нету, это круч намного. Мой всё круче. Я тебе говорю, у тебя такого нету, я проверял, это лучше, чем всех. Чувак, понимаешь, блин, я, блин, венлогами давно занимался, так что мне это сейчас дохто не будет. Сейчас никто не принимает. Посмотри, принимают, вообще-то. И если ты подписчик, как бы, я надеюсь, что ты доверяешь мне. А если ты не доверяешь, то, в смысле, ну, как бы, зачем мне такой, тогда помощник нужен вообще. Ну, как бы, я сам могу сейчас венок посадить, тогда, сам скину. Ну, в принципе, можешь, да. Пацан просто читер, блин, в CSGO с ним играл, короче, он знаешь, что творил? Он выскакивал, прочитал. Он выскакивал на мид? Он мне тупо сквозь стены кричат давал, так как? А потом он ещё кричал, типа, он не читер. Ну, да, это жёстко. Так, а чего ты тогда от меня боришься принимать файлы? Сам, как бы, этим занимаешься, а файл принять боишься. Ну, понимаешь, мало ли чё. Ну что, мало ли чё, ты сам венлокерами занимаешься, а боришься принять её программу простую. То есть это всё, можно создать такой иконку, что она будет, типа, как проба, но это будет венлокер? Я, по-моему, в видео уже говорил, да, я говорил, ни в одном, что я подписчикам не скидываю венлокеры. А если твой подписчик читер? Если он мой подписчик, то я ему тоже не скидываю венлокеры. Или скидываю какой-то такой лёгкий венлокер, который можно снять, ну, после перезагрузки слетить. Тоже есть такой вариант. А я тебе говорю, поможешь ли проверить, я тебе могу сделать очень хорошую вещь, допустим, там канал твой пропиарить, очень будет много подписчиков и тому подобное. Просто мне очень нужно проверить эту пробу, и пробу, да. Она, как, кстати, приватная, я её не выкладывал ни в YouTube, нигде, только люди покупают её у меня, где я так дал. Да, сейчас на пацанам проверим мой. Я тоже вот сегодня купил венлок. Говорят, венлок, ой, заебись. Ну, один минус, знаешь, какой? Какой? То, что вот, когда ты его создаёшь, название не можешь менять. Надо его менять, как бы, в этом... Когда вот создаётся вот на рабочем столе, да, венлок? Ага. Тогда его надо там поменять. Ой, да ладно, три антиллер сейчас начали фикать. Ага. И вообще удалили его. У меня это хорошая программа, я тебе сразу говорю. У меня там меняется, всё работает, давай побыстрому я тебе скину, проверишь и всё. Да, хочу чё, на другом каком-нибудь. У меня просто виндаут, блин, вообще, марсунтэ, блин. Венлок... А, в смысле, на другом, на каком-нибудь? Если ты читерускинешь программы для создания венлокеров, он тебя сразу запали. Ты просто, ты, как бы, потеряешь её отлучить. Ну, понимаешь? А мы ему венлок просто скинем, твои всё. Так, а какой ты венлок скинешь? Тьмой. Ну, твои фигуры, я не всегда, вот, обычно, люди, вот, таких пальцев, какой ты вообще используешь? Ну, который же у тебя? Венлок, который у меня. Какой конкретно? Бултер-6. Бултер-6, это вообще такое эгэ, его уже все знают, даже. Там, не знаю, это и школьник, которому 5 лет. И детсады, ведь, вот, и знает, что ты венлокер уже. Да нет, да нет, чувак. Иконку заменил, и всё это никто не спалил. Какую иконку? Ты на размер памяти посмотри. Одинаковый размер памяти. Антивирусом просканируй, и тебе покажут сразу троян венлок. Чит не может иметь вирус троян венлок. В блокноте открой его, или через хекс-редактор, и тебе там будет написано, что это троян венлок. Его все палят. Я тебе еще раз говорю, что такой эгэ использую, что это вообще. Да нет, да нет, чувак, этот пацан, он дебил вообще. Просто полный дебил. Ну, дебил, не дебил, не знаю, как бы. Я тебе могу для других дать такой венлок, который будет вообще... Ты любому можешь им доказать. И никто тебя не запалил даже. Там компьютер можно управлять вообще, там, игру удалять, типа, чеки удалять, там, все вообще можно делать. Кстати, венлокер этот можно закрывать сам, когда ты сам захочешь. Пароля там как такового нету, хотя ты его можешь делать, если захочешь тоже. А можешь его снова запустить. Допустим, он ввел пароль, но ты снова его запустил, и, как бы, и пароль уже изменил, и все, и он уже не сможет ввести, и так далее. А, ну, смотри, ты сам паришь свои фишки, то, что, блин, хоть я пароль могу сделать, так ты мне его заново со мной запоставишь. А, смотри, я тебе скину мою программу, а не венлокер. Программу, через которую ты эту штуку создаешь. А скинь свою ссылку на канал, я просто, я там, новый канал создал, дай. А, Сэл, у меня на канале его нету, но ссылку на канал сейчас я тебе скину. Подожди, только в интернет войду, потому что я не вошел. Я тебе говорил, нормальная программа, она хорошо работает и качественная. Ну, смотри, чувак, а вдруг ты още, блин, не хозяин этого канала, там, например, и просто хочешь, там, меня разыграть? Ну, конечно, такой вариант есть. Ну, как бы, скайп, ты же проверял на моем канале. Ну, скайп, ты же не можешь ответить на этот вопрос, следовательно, твоя теория, значит, уже не имеет подтверждения. Ну, да. Так, ну, ты же мне потом ее не будешь блокировать? Нет, я тебя винлокер не прошу запускать, я тебя прошу только создать с помощью этой программы винлокер. Так это прога или винлокер? Это прога, который создает винлокер. И с помощью которых, в дальнейшем, можно будет управлять, допустим, там, компьютером и теперь локером на компьютере того читера, которого ты заблокировал. Ты по размеру даже можешь посмотреть, что 7 мегабайтов винлок обычно не весит. Вот свой создай, с шестым билдером, посмотри, сколько он весит. По-моему, около 600 килобайт. Ну, да, он тяжеленький. И что, вот, смотри, вот, например, включи демп, просто включи демп. Не, ну, давай ты сейчас включи, вот, как скачать, я тебе объясню, как все настраивать. Так что там ничего сложного нет, для тебя будет нормально все будет. Можете это записывать? Я не записываю, зачем мне это записывать? Я не знаю, может, ты хочешь прикольнуться, ну вот. Так, смотри, вот, так, у тебя антивирус выключен, да? Да. Ага, хорошо, включи, вот, включи программу теперь. Так, запустить. Как-то странно она выглядит. Нормально выглядит, еще, наверное, странно выглядит обычно. Так, вот, сейчас у тебя появится такое окно, где тебе нужно выбрать соединение с интернетом. Там, вы, кстати, сама пасминал заблокировал. Не-не-не-не-не, вот, видишь, выбери тебе тип подключения. Видишь, я тебе говорил, ничего не будет с твоим компьютером, ничего и нет. Вот, выбери свой тип подключения. Ну, а именно, там, всё. Ну, да, вы нажми тогда галочку. Элитро, иптон. Ну, а какой у тебя поконкретнее? Первый. Ну, да, выбери тогда первый. А, в чём суть этого всего? Это, смотри, когда ты будешь передо мной, допустим, управлять компьютером учителя с помощью этого винлокера, допустим, разблокировать ему снова, заблокировать, там, игру удалить, там, я не знаю, мышку, курсор удалить и так далее, то тебе нужно соединение твоего интернета нужно. Он будет постараться под него. Да, поднимать. Да, выбери, теперь, вот, смотри, видишь, удалить Windows, напиши время. Сначала часы, двоеточие, потом минуты, двоеточие, секунды. В таком формате время это удаление системы. Ну, вот. И потом ты его в дальнейшем можешь менять. Позит, двоеточие. Ага. Так, здесь пароль разблокировки, и ты его в дальнейшем тоже можешь менять. Я знаю, я знаю, это сколько там можно ввести пароль. Так, вот это потом можешь заблокировать ему интернет, там, пароль украсть, удалить курсор, ну, в общем, функции видишь все, которые ты можешь использовать. Можешь стиль выбрать винлокера и ссылку на свой канал ставить. Стиль находится в этой стороне, а ссылка в этой. В стиле, там, например, например, это, ты ссылка на мой канал, да? Ага. Но я этот канал фейкала, так что не обращаю внимания. Ну, да, конечно. Просто попробую бы, что у тебя работает, все или не работает. А пароль, вот, если, вот, что пароль. Вот, теперь можешь нажать, создать троянный видлок или выбрать еще какие-то функции, тут я не знаю, попробую там. Вот сейчас у тебя полагает какое-то время, и у тебя он включится. Сейчас он создаст его. Как-то странно, это все, чува. Нет, 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 все нормально, я тебе говорю. Так вот, что-то у тебя как-то плохо вообще работает. А у тебя вообще компьютер мощный? Ну, нормальный. И Windows 7, в чем тогда проблема, он должен, по сути, уже было создаться. А, вот, 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 что-то происходит. Сейчас, скажись, это залагал, у тебя компьютер, сейчас он у тебя появится. Значит, у тебя просто, ну, слабоватый может такой компьютер чуть-чуть, поэтому он так лагает. У меня, допустим, вот, за 2 секунды создается сразу, вот, у других некоторых людей тоже. Сейчас вот он тебя отлагает, и все будет. Как-то странно это, что это все просто из швом? Ну, оно не исчезло, оно просто зависло. Сейчас оно все появится. Просто у некоторых людей что-то долгое, я не знаю почему. У некоторых сразу, вот, появляется, вот, допустим, у меня, у меня компьютер на 3 ГГц процессор мой, 3,10. Потом эти оперативки, там, по-моему, 8 ГГц или... Вот, короче, все, появилось. Вот, видишь кнопку отмена? Ну, да, еще. Смотри, вот это, видишь, эту вот зеленую полосочку? А. Видишь, если она дойдет до самого конца, то ты лишишься своего компьютера. Но ты можешь нажать на кнопку отмена и регулярно это делать, чтобы отменять, так сказать, загрузку вот этого вот зеленой полоски. Вот, смотри, ты, наверное, уже понял, да, что ты лишился доступа сейчас к твоему Windows, да? Да, чё, ну, я что, подписчик, почти доверял. А, да, 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 смотри, первое, что я тебе хочу сказать, я не убей читеров, и, следовательно, ты не мой подписчик. Поэтому я тебе не обманул, я убей читеров своих подписчиков не блокирую, а я блокирую, потому что ты не мой подписчик. Чувак, будешь на твой канал, я же на твоем канале подписана, все твои видео... Это не мой канал, я тебе ещё раз говорю. А, твой канал какой-то, да, я бы на твоем... А, ой, я тебе потом скину в конце, если ты, конечно, пароль у меня получишь. Ну, скажи, пароль, чувак, просто. Смотри ещё тебе кое-что хочу сказать. Скайп, я вот тебе, ты правильно заметил, что, а вдруг ты фейк. Но ты кое-что не учёл. Я тебе сказал, что скайп у меня, как у убей читеров, ты согласился с этим, и в итоге ты ничего не ответил. Но на самом деле у меня не такой скайп, как у убей читеров. Он отличается последним символом, то есть нижним тире. Следовательно, ты не смог разоблачить меня, и следовательно, ты теперь заблокирован. Вот. Я это всё записываю и выложу на свой канал. Но ты можешь получить у меня пароль. Как получить его, я... И как получить, я тебе сейчас скажу. Первое, что я ещё, что я тебе хочу сказать. Если ты выключишь свой компьютер, или ты перезаключишь свой компьютер... Нет, это я такую глупость говорить не буду, потому что это, в принципе, нереально. Но у тебя просто твоя система, ну её не будет, у тебя будет просто чёрный экран, и ты не сможешь пользоваться своим компьютером. Поэтому, следовательно, в твоих же интересах это оставить как есть. Потому что ты можешь восстановить, конечно, потом свой долг, доступ к своему компьютеру, но это ты потратишь лишний день. Если ты, конечно, профессионал, если нет, то ты потратишь большее время, или к мастеру придётся в каком-то нести. Ну, я не думаю, что тебе это нужно. Ну, что в чём, в чём объяснить? Ну, смотри, вот, смотри. Ты, значит, обманул меня, ты сказал, фрогу... Нет, я не обманул тебя. Я сказал... Ты абендатора заблокировался, а? Да, но я ж не убей читеров, и ты не мой подписчик. Значит, я тебя не обманул. Чувак, 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 смотри, я думал, ты убей читеров, но если ты не убей читеров, почему ты не сказал правду? Потому что у меня цель есть специальная. Я создал вот этот скайп, ещё у меня есть один скайп, как будто бы убей читеров. Для того, чтобы блокировать таких, как ты. Каких ты можешь прочитать в информации в Винлоке? Там написано, за что ты заблокировал. И за что, смотри. Во-первых, я не читер дали. Нет, я тебе не делаю глупых выводов, ты просто прочитай информацию, и ты поймёшь сразу, что ты заблокировал. Ну, дай мне пароль. Нет, я тебе не дам пароль. Я надеюсь, что ты умный человек, и ты понял, что читеров казнить нельзя, что ты портишь людям компьютер, а они при этом никакого вреда никому не делают. Подумаешь, читеры, ну, мешают играть, и что? Ты можешь не играть. Ну, смотри, смотри, во-первых, это не простые читеры, это такие читеры, которые сломают игру, и потом почему-то у тебя становятся коньки, которые просто не твой. А, например, меня вот так взломали через CSGO и просто комп через Steam. Зато что он будет читером. Ты в CSGO вообще играешь? Нет, в CSGO не играю. Но я честно хотел скачать, и как и представь, для того, чтобы скачать читы, и троллить вот таких вот чуваков, которые там орут матом, если там увидят читера. Потому что нормальный человек к этому относится спокойно, и просто применяет меры, так сказать. Чувак, всё, я, во-первых, я не ору, смотри, во-первых, я не ору. Я мирно прошу или выйти, или просто прошу выключить читы. Вот это молодец, но ты блокируешь людям компьютер. А это я блокирую к одному, и это был я, это, по сути, сам себе. Ну, не знаю, ты хотел блокировать, ты до этого говорил, что у тебя читер есть, которого ты хочешь заблокировать и так далее. За это ты заблокировал сам. Смотри, во-первых, это читер, который меня знаешь, когда вставал, он просто, блин. То есть для этого есть банк, понимаешь? Если ты не в пиратскую версию играешь. Если твои тиммейты, которые не банят его, то что надо делать? Тиммейты есть администратор. И есть ваг-банк. Знаешь такую штуку? Ты же не в пиратскую версию играешь. Я расскажу, что сервак без админов. Я тебе ещё раз повторяю, ты дослушай до конца. Ты играешь в кондицензионную версию? Нет, пиратка. А, ну если пиратка, это другое дело. Если сервак без админов, то какого, ну, нафига ты на нём играешь? Потому что, пера, там может играть? Пират там может играть, но легче найти другой сервак, нежели играть потом в серваке, где нет админов. Чего, вот, бля, не знаю. На серваках ещё есть защита от читеров, на нормальных серваках. А если сервак создал какой-нибудь школьник, которому 5 лет, то, конечно, там он на нём ничего не будет, и самого его не будет. То на таком серваке никто не играет. Чувак, ты считаешь пароль? Просто будь человеком, дай пароль. Нет, я тебе не скажу, что я пароль, потому что ты не человек. Ты делаешь так же сам по людям, не смысл мне тебе говорить пароль. Смотри, смотри, вот ты говоришь, я не человек, почему? Ну ты же мне заговорил. Потому что, не смотри, тебе человек читер-то скажет, будь человеком, дай пароль. И ты ему не дашь. Я бы могла, я просто, я даю пароль, но я просто прошу, чтобы они потом что-то удаляли. Вот если они удаляют что-то, я им даю пароль, вот всё. Как-то странно мне, знаешь, это всё. Слушай, блин, потому что смотри, во-первых, я не казнь читеров, это не моё право. Просто они удаляют чит передо мной, и всё, а я им ничего не проще не делаю. Вот и всё. А, это не ты до этого мне говорил, что читера наказал, ну ладно. Я не знаю, может быть ты говоришь правду, а может быть ты просто обманываешь. Чувак, у меня даже на канале больше 500 подписчиков не было, так что для чего мне это всё? Я не знаю, на чём, может просто тебе это нравится, и ты хочешь заработать много подписчиков, что тоже не вариант. Для чего это? Потому что, ну, обычно люди это делают для подписчиков. Не, мне подписчики не нужны, мне вообще подписчики не нужны, мне без них хорошо. Опять же, только слова, и тем более теперь, когда ты заблокировал, до этого ты как-то иначе говорил. Давай, может, я тебе, ну, ты говорил с читером, будем сейчас казнить, что там, типа, Минлокер сам создаёшь и тому подобное. Ну, смотри, я знаешь, как тебя проверял, что ты будешь настоящей казнить читером или нет? Ну, я не наставил, я проверил, я тебя тоже проверял, и я убедился в том, что ты этим занимаешься, за это ты получил ману. Вообще-то я не занимаюсь казнить читером, это раз, во-вторых, я простой человек, который даже на YouTube даже выкладываю одно видео в месяц, и всё, это может быть или ГТА, или просто КС. Ой, блин, ты опять мне только что до этого говорил, что у тебя мало подписчиков, и ты выкладываешь видео именно по казни читеров. Вообще-то у меня было 500 подписчиков, но это были не казни читеров, это было просто по играм. Знаешь такие игры, как GTA 5 онлайн? Да, конечно, я знаю. Ты до этого читера хотел казнить, и ты мне теперь утверждаешь, что ты его... Ты знаешь, как казнить таким винвокером, который у меня просто ключи-диспетчер задачи, просто удалить твой и всё. Самый простой винвокер. Не знаю, не знаю. Билдер 0,4 ты не удалишь. Билдер 0,4 ты не сможешь удалить, просто запустив диспетчер задачи. Я тоже понял. А ты хотел использовать билдер 0,4. Поэтому ты хотел доказывать жёстким винвокером, за это ты поплатился. Вот этот винвокер тебе не убрать, диспетчер у тебя не работает, ты можешь там Ctrl-Alt-Delete, нажать, посмотреть его даже в списке. Нет, он удалился. Адрестор не работает у тебя, и остальное всё тоже. По перезагрузке, я тебе говорил, не поможет. У тебя даже потом отпадёт вариант ввода пароля, потому что будет просто чёрный экран. Поэтому на твоём месте единственный способ разблокироваться, это только ввести пароль правильный. Чё, ну дай пароль, просто будь другом. Ну, не знаю, не знаю, нет. Ты наказнишь чисел. Ты мне утверждаешь. Ну, как бы можешь сам убирать это твоё право. Но потом твой компьютер сломается, и всё. Ну, дай просто, да. Не, я просто, я просто ничего не даю. Я достигаю своей цели. И моим подписчикам, допустим, которых, конечно, немного, но люди есть, которые смотрят это, им нравится, что таких, как ты, которые делают зло другим, так же наказывают. Потому что полиции... А вот, смотри, а тут я, во-вторых, я твой подписчик. Ты просто заблокировал подписчика, а ты потом не боишься... А, нет, ты не мой подписчик, я в этом не знаю. А, ся, твой подписчик? Ну, я в этом на сто процентов увереннее знаю всех своих подписчиков, и ты к ним не относишься, это во-первых. А, во-вторых, если бы ты был моим подписчиком, ты бы меня сразу узнал и не думал, что я убей читеров. Это все знают, кто на меня подписчик. Первый человек, смотри, я, во-первых, не смотрю такие видео, где в основном блокируют. Я смотрю там, метагеймом, например, или просто Олег Брейн. Ну, поэтому ты не являешься моим подписчиком, следовательно, я тебе заблокировал. Ты простой ликвидатор, а ликвидатор надо банить. Я хотел просто быть твоим подписчиком, а ты даже, блин, я даже не поинтересовался, а просто за меня просто... Нет, ты не хотел быть моим подписчиком, ты бы не... Ты просто теперь так говоришь, до этого ты даже не подписался на меня. Чего, я на всех канал подписываюсь, я даже подписывался на этот канал, где не было ни одного подписчика. Ну, может, Свердом что-то понравилось, на меня бы ты не подписался, я очень сомневаюсь, что бы ты на меня подписался, уверен, на ноль процентов Чувак, я бы подписался, я такой человек, который подписывается на всех подряд На меня бы не подписался, уверен в этом Вот смотри, а почему ты так утверждаешь, что я бы не подписался, а ты откуда? Потому что ты не любишь читеров, а я записываю, допустим, на своём канале многие видео, где я с читами играю По-моему, я знаю твой канал, ты играешь CSGO с читами, и потом... Нет, не CSGO, у CS1.6 играю, и Warface играю, там ещё кое-какие игры играю с читами А у CSGO я тоже собирался играть, но как-то ещё руки не дошли до этого Просто есть такой один канал, там играет по CSGO читами, и потом он говорит, что они читер, типа, ну, играет, потом дальше там Ну, я не утверждаю, что я не читер, я это делаю специально, чтобы люди добавлялись, и, допустим, хотели меня заблокировать А я их блокировал за это, так сказать, я ищу ликвидаторов Понимаешь, вот как один человек, который казнит читеров, он сказал, что это война, то есть против читерства А раз эта война, значит, должна быть она, так сказать, обоюдная, не только читеры А друг в человеке, то есть сам читер, а ты взял читера, значит, заблокировал Ты до этого говорил, что это не читер, и ты... Ну, а я не в Казниках, я не в Казниках, но в Сорсии читер Ну, сомневаюсь, ты до этого говорил, что ты не читер, а ты сам себе противоречишь, что ты, значит, ты не лошешь Так, смотри, кто будет полить, что он читер, вот Ну, не знаю, конечно, не знаю, может быть, ты читер, но если ты казнишь читеров, ты не можешь читеров Чувак, чувак, во-первых, я не казни, я просто раздаю читы из них, за это меня тоже хотят банить Ты не знаешь читы, ты дай этого билдера мне еще четвертым говоришь, что ты будешь казнить Ты такой, такая ложь, а знаешь, что я не люблю ложь, если ты будешь лгать, я просто тебе не дам порой Чувак, во-первых, я не угол, я просто ему думал дать читы, чтобы он подумал, что это правда, вот и все Нет, до этого ты говорил иначе, я тебе еще раз повторяю Ты просто теперь накручиваешься, чтобы я тебя разблокировал, нет, я так просто пароли не даю, понимаешь Мне нужна уверенность, а ты обманщика, а мальчикам я-то вообще не даю пароли А откуда ты знаешь, ты я обманщик, ты даже меня не знаешь, ты мне гордя Ты противоречишь себе уже во многом, понимаешь, до этого ты одно говоришь, теперь ты говоришь совсем другое А это только мальчики делают Человек, который честный, он стоит на своем мнении, но свое мнение ставим до конца Ну ничего, во-первых, смотри, я, во-первых, просто не говорю прав, потому что я читер, а ты все Читер не будет казнить читеров Казнять читеров, читеров только те, кто их ненавидит, и ты это утверждал Во-первых, я не хотела казнить токсины, я просто хотела преподать урок, чтобы он не играл со мной, с читами, вот и все Ну, вот преподал урок Ну, вот, доказнился Ну, доказнился, да? Ну, так просто пароль, но так просто пароль Ну, доказнился, все Ну, что, а, ну, да? Ну, вот, кчему Ну, вот кчему Вот сколько у тебя подписчиков, вот кчем тебе подписчиков 66 было вчера А, хоть, я тебе подпишись, и будет 67 Ну, не знаю, обычно все, кого я заблокировал и кому я вказал дальнейшем дал пароль так как они изменились они на меня подписаны обычно все подписываются я подпишу сделать и клинику реабил просто я пароль давал не потому чтобы они подписывались а потому чтобы они меня убедили что эти больше заниматься не будут чая маша приставы в порядке чувака просто тоже больше никого не баба терять прости меня просто вот этот ответ мне уже больше нравится но твой тон не ничего подсказывает что мне просто разводишь чекак зачем мне разводить если у меня заблокирована бинда ну ты считаешь что я тебе сейчас дам пароля ты потом скажешь и я буду дальше этим заниматься и все чак зачем мне этим заниматься вообще думал сейчас удалить эту пробу перед тобой все просто нет ты не думал я не думал что будем казнить вместе читера ты и сам мне это сказал ну вот заказнился так сказать читера 8 можно казнить тех кто казнит нас значит этот пацан казнил таких же как я читера вот я им тоже захотела какой ты это вообще то теперь просто хочешь подстроиться под меня чтобы показать что ты был такой же как я и чтобы я тебе дал пароль как это все не знаю как я не смогу быть таким как ты подошел на нет такого как ты знание вот все смысле знания туда я создал трилокер но его может любой создать не обязательно я но как бы ты просто по и хочешь показать что ты был такой же человек как я и ты разводишь ликвидаторов но до этого и даже понятия не было что такое такое существует думал что я тебя просто так заблокирую а я тебе павлю скажу я просто так никого не блокирую я по делу блокирую ты не смог раскрыть причину моей блокировки следовательно ты не знал этого и ты получил банк все поэтому я тебе не особо ничего чем там я тебе можно сказать правду все сказал и ты поплатился за свои действия я считаю это справедливым смысл мне тебя давать пароль ничего как бы я был пытаясь подписчикам вам там 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 а вот друзья мои одноклассикам ты канал все это конечно хорошая причина но понимаешь мне при этом самое важное самое важное чтобы ты не казнил читеров вот это а остальное во первых мне читеры они больше не мешают потому что я играю в дот вот все ну да там читов мало но что он читал вообще нет там вообще-то там можно ее взломать но это надо очень так сказать все спеши знания мать полку ну чтобы сломать доту это надо быть таким хакером что да я знаю один взломал ее теперь работает админом доты ну там каким-то разработчиком или кем-то потому что валви его так сделали потому что если бы он был простым до сих пор то он бы просто раздал бы всем торги и пищи и валви просто покатились бы как дно просто 0 и смотри они его он сломал на деньги доту и этот способ он выложил по сути в интернет люди начали таким способом себе денег добавлять сколько угодно но эти волны пофиксили этот баг где-то за час через час его уже не было так что этот бак уже не работал но просто не искать переманили опытного работника на свою сторону вот и все начало просто поролимся я был бы твоим подписчикам и стал это конечно хорошо но у меня важно мне очень важно чтобы ты не казнил читеров как бы очень не хочется чтобы люди которые казня читеров того если смотрели там комментарии какие-нибудь плохие писали и тому подобное мои подписчики те кто этим не занимается или те кого я переубедил но смотри чё во первых мне больше нечего казнить просто потому что мне это уже само не хочется просто я просто поставил на место них себя вот например если мне правильно молодец я этого и добивался как раз вот смотри если бы я был бы таким бы читером и так мне вот так заблокировали то я тоже наверное так бы не хотел бы так что это не мое право их грознить элгенлокером это как бы то должны они сами подумать а не мы потому что если мы будем так делать то они нам будут еще хуже играть читами вот и все а мы просто так а я сделаю еще больше читеров вот и все они начнут потом просто раздать читы и все а это уже будет просто хаос вот все ну я бы да так и сделал но как бы у меня такое просто мнение что я ломаю все эти стереотипы и мнение допустим вот в данном случае о том что надо читеров коснить я костю наоборот ликвидатор считаю это правильно но читер отказать например когда я смотрю видео наоборот хочу что наоборот их потеряли те кто батя читал я тоже когда я посмотрю одно видео где человек под обратители пришли и красиво попросили дайте полу и мы проследим чтобы он играл честно потому что мы там понимаем что так нельзя играть может это несправедливо по отношению другим и тому подобное такая вообще культурные такие люди и он просто взял спросу и сказал уйдите вы на то знаешь мне кажется это уже очень неправильно подводная тоже на счет но нечестно то что когда говорят дайте пароль пожалуйста то они на борт берут и просто на борт сбрасывать трубку и потом говорят идите вы на и все они просто уходят и видят как кончается а то что тот человек сидит с винлокером который невозможно даже через диспетчер снять это обидно байт вот этот виллокер ты не снимешь через диспетчер потому что он заблокирован у тебя блокируется тогда когда я этот пароль тебе скажу пожалуйста пароль я тебе да я думаю скажу мне очень понравилось тоже твой ответ предыдущего мне очень понравился ты вообще красиво сказал ему сдав такой только и конечно ты мне вот он меня вылетел на matéri 18 перезвонил он принял и его пароль сказал по этомуên ст indeed это индraine у меня то о Kathy перезвоню ты сможешь принять звонок здесь такого нету звонок ты принять сможешь и я тебе все равно порой и скажи если конечно 339 действий в этом но пока что ты убеждаешь вот паспорта парламент я честно говоря вот против ликвидаторов я например под каждое видео пишу ему так что он нечестно он просто бакерин людей на бакер скидает жалоба на его канал вот все вот это ты молодец на счет этого ты молодец надеюсь что ты не обманываешь меня понимаешь очень на это надеюсь я и к ней страницы пытаюсь сливать за спам там за спам там то что они просто кидают это битва бедя и потом я просто просто делать так чтобы сливали ваше это нечестно то что отмечает не умеет играть а она пресчитан его более лучше играть и надо он например хочется читали научиться играть а потом например он сам захочет играть но читер пара а для платки и читеры которые помогают на лорд в играх а платить для себя есть конечно такие которые там потом матами всех ход что был был я такой крутой все таких то да я согласен за именно за то что они вот так в себя ведут их можно заблокировать и получить но просто играет а это знаешь как-то это жестко для такого но я не знаю чё кто меня матами крови я просто прошел перестать материться и просто им говорю просто человек давай будем мирно и все молодец хотя я не знаю он не очень тебе верит все уже мне кажется ты просто так что сам с читами играет последнее время не могу играть читами потому что мне контролл амонолли и когда я захожу на сервак то я не могу просто двигаться а у тебя надо переустанавливать если есть такая программа чтобы установить ее снова контролл и все ну я переустанавливаю контролл то у меня так же бывает но когда я переустанавливаю ментус то все нормально понимается понимаешь по сути а это может быть какую-то там штуку тебя надо еще реестр почистить после того как ты контролл удаляешь тебе надо почистить реестр чтобы и снова все установил себя и снова установить контролл то тогда у тебя должно быть все нормально я сам читер просто ну я хотя бы а так ладно просто ну ладно мне чего то не верится что ты читер мне кажется ты просто врешь мне Нет, чувак, если хочешь, дай мне пароль, я зайду тебе в Source и покажу тебе своя им. А, ну, хорошо, хорошо. И ещё мне надо, чтобы, если я тебе дам пароль, ты поклянись теперь, что ты удалишь все билдеры какие-нибудь и все винлокеры, которые у тебя на твоём компьютере есть. Я клянусь, что если ты мне дашь пароль, я просто удалю все винлокеры и всё, кто же у меня есть. И все билдеры тоже, винлокеров. Во-первых, у меня нет билдеров, вот чем... У тебя 0,4, ты есть, ты мне до этого сам говорил, и его ты тоже удалишь, и всё, и все, которые у тебя есть. У меня, у меня есть один билдер 0,6 и всё, просто. Ну, 0,6, да, 0,6, правильно. И все, какие у тебя есть, не важно, от убей читеров, там нет, от убей читеров, я хочу, чтобы ты их все удалил. Хорошо, иначе в противном случае я тебе не даю пароль. Я даю тебе соло, просто и всё. Хорошо, тогда ещё поклянись всем, что тебе в этой жизни дорого. Не знаю, водителям, вообще всем, что ты никогда в жизни больше не будешь казнить читеров. Ну, я больше не буду казнить читеров. Не-не-не, именно мне надо, что я клянусь там тем-то тем, то что никогда жизни не буду казнить. Трогать читеров. Чем ты принёшься? Своей мамой. Ну вот, скажи полностью предложение. Клянусь своей мамой, что я больше не буду казнить читеров, больше на свете. Просто, просто, просто буду им на борт сами гореть, что они красавчики и они молодцы. Хорошо, и последнее тебе задание, я тебе даю пароль. Смотри, ты скажи, вот, мои вот люди, которые вот это видео будут смотреть, допустим, они могут тоже казнить читеров. Сделай, и вот ты сейчас заблокирован, ты сейчас чувствуешь то, что чувствует читер. И на своём опыте, так, на основании своего опыта, скажи другим людям, стоит ли вы этим заниматься или не стоит, и почему? Ну, во-первых, это не стоит так заниматься, потому что, кто знает, может, в следующий раз вы так попадёте, и просто вы будете так сидеть, и просто не знаете, что вы будете делать. И потому что тогда просто поставьте на место его, а потом вы думаете, если вы так будете сидеть в безвыходной ситуации, так вам будет так приятно, как читеру, например, которому... Может, этот читер просто хочет поиграть, поиграть, а потом просто перестанет читами играть, кто знает. Но ты хочешь сказать, что нельзя казнить читеров только потому, что тебя могут заблокировать? Нет, я говорю, что нельзя казнить читеров, потому что это нихнее право. Может, этот пацан просто не умеет играть, но и всё такое? Может, он сам потом изменится выбор? Ведь люди разные. Ну да, правильно. Вот с этим я с тобой согласен. Например, я сейчас не рукаюсь читами, а завтра, например, сам не хочу, например, играть. Да, правильно. Ну, я смотрю, ты адекватный человек, как бы ты понимаешь всю суть этой проблемы, и поэтому, в принципе, я не думаю, не вижу смысла оставлять тебя заблокированным, чтобы у тебя компьютер там сломался и тому подобное. Я думаю, я тебе дам пароль тогда. Я буду просто благодарен, если ты мне дашь пароль. Да, я тебе дам пароль, у тебя просто буду закрузка какая-то, а мне баннер, по сути, не должен сам просто так слететь, насколько я знаю, я его специально разрабатывал, чтобы он это хорошо работал. Хорошо. Так, пароли тебе сейчас, да? Вот только, так, подожди, я его сам найду, у меня он здесь залит на сервере моем, так сказать, в общем, в облаке моем. Так, я тебе Бай Альвита скидывал, сейчас я его найду и тебе пароль скажу. Хорошо. А ты мне скинешь свой наставший канал? Да, я тебе скину его. Так, это не тот. А у тебя много видео? Ну, средний тогда. А, пароль здесь очень легкий, насколько я знаю, да, я думал, я посложнее здесь придумал. Смотри, поставь английские буквы, чтобы у тебя писалось с английскими буквами. Поставил. И пиши с большой буквы, W пиши, большую W. Это И, и краткая даже? Да, И, это С, русская С. Поставил, вот. Так, теперь пиши маленькими буквами, O. Вот так? F, да, все правильно. Вот так? T, ага. И Y. Знаешь, Y, как Y пишется? А какая-то русская буква есть? Русская буква N. Вот так? Да, все, нажимай, разблокировать. Сейчас, когда у тебя все разблокируется, зайти на диск C и в папку Program Files. Просто Program Files. Ну, в принципе, вот здесь нажми и диск C, мог бы не закрывать. В Program Files теперь зайти. Просто Program Files без 86. Удали теперь папку PCPack. Вон она есть у тебя после, ну, было, по крайней мере, вот, после Paint.net. У тебя есть папка PCPack. PCPack. Как это? PCPack большими буквами, да? Ага, да, да, да. Вообще, подожди. Так, теперь... Все, удовольствием, да, у тебя? Да. Так, я тебе сейчас напишу в Skype вот это вот слово. Вот, вот так вот. Зайти в пуск и впиши вот это вот в строку поиска. Пуск вот и вот здесь, да? Да, да, да. И впиши сюда и открой вот это вот вверху, что появилось. Вот я открою. Так, сейчас у тебя откроется вот... Вы нажми автозагрузка. Вверху. Вторая с конца. Удали, убери галочку с Win32 и WinUpdate. Да, вот это WinUpdate в конце и Win32. Да, убери галочки и нажми применить. Да? Да, 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 убери. Нажми применить. Теперь окей. И выход без перезагрузки. Все, у тебя больше этой штуки не будет. Вот, я надеюсь, ты понял, что так делать нельзя. Я это видео в дальнейшем выложу. А, да, да, ты мне обещал, что удалишь все билдеры и все виндокеры, которые у тебя есть на компьютере. А, вот у меня один брёдер был, который очень... Значит, стоил, вот, вечно. Точно один? Я клинусь тебе говорю, что он у меня один, вот, вечно. Да, 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 удали его. Я чисти корзину. И что, я вот сюда вот кидаю в корзину. Да, в корзину и очищаю. И вот просто, вот, вечно чистить корзину. Да. Вот, молодец. Ну, как бы, всё, я тогда, я думал, ты понял. А можно подпись попросить тебя? Ну, попроси. А можешь видео не кидать на YouTube? Ну, вообще-то, я выложу твоё видео. Здесь я не могу тебе сказать, что я не выложу, потому что мне очень понравилось, как ты объяснил, и не людям это будет уроком. Ну, а... Ну, как бы, твой Skype только будет виден, если что, в самом видео. Всё, я его не буду выкидывать, там вряд ли кто будет тебя добавлять, я тебе сразу говорю, поэтому, в принципе, ничего такого страшного не будет. Ну, я не знаю, может, кто-то захочет добавить. Сомневаюсь, насколько я его знаю, людей никто не добавляет, которые я до тебя казнил. Ну, я не знаю, значит, Чарков, скин свою ссылку на канал. Да, ссылку я тебе сейчас скину, скопирую её и скинула. Я, кстати, могу прямо сейчас её скинуть. Так, у меня тут есть мой канал, вот он здесь, недалеко. Я тоже тебе, наверное, сразу скину на видео, где на вкладку с видео, вот. Я поставлю лайк, подпишусь. Ага. Можешь посмотреть на видео, я там ещё буду играть, разные выкладывать и всё такое. Поэтому, в принципе, и в твоём видео в дальнейшем тоже выложу. Потом ещё будет других людей так разводить. Ликвидаторов тоже выложу на видео. Ну, как-то так, ладно, тогда всё, удачи тебе за скайпом, как бы, можешь не удалять. Я думаю, что ещё, может, будем общаться в дальнейшем. Не знаю, ещё посмотрю. У тебя сейчас, 23, сколько подписчиков на ютубе? Ну, было 66, а сколько у меня тут подписчиков? 67 стало. А пострикто подписался? А, на меня ещё сейчас это не будет отображаться. У меня, да, просто прошло какое-то время, у меня он чё-то долго появляется. Список этот. Ну, ладно. Я на тебя тоже подпишусь, когда у меня ты в списке появишься, я на тебя тоже подпишусь. Я на всех подписываюсь, что на меня подписывается. Ну, я тоже думаю начать снимать какие-нибудь игры. Угу. Ну, так, до завтра. А хорошо, всё. А ты ваше что это? А ты ваше что это? Ну, я в разных там игры, я не знаю, какую буду следующую игру, проходить, посмотрю какую-нибудь, там найду такую, более поинтереснее. И, ну, как бы, вообще, которую я уже проходил, которую я в мире так пройду. Поэтому, в принципе, не знаю даже. Посмотрим. А, например, КС почему не снимаешь 1.6? 1.6 снимаю, КС у меня там целый плейлист есть. А со мной будешь снимать? Это не трудно. Могу, почему бы и нет. А у тебя какой именно 1.6? Аим у меня, подожди, Imaginary. Там не только Аим, там у меня и разные. Там и антифлэш, и антиотдача, там у меня очень много читов. А можешь ты мне какой-нибудь Аим на 1.6? А, ну я не очень помню, где у меня есть. А у тебя потом скину, который у меня есть. Я его скачаю, и он залил, где там был, я тебе скину. Ну, в Warface ты сейчас с читами не сможешь играть, потому что там все пофиксили, там все читы убрали. У меня читы есть специальный, так сказать, источник. У меня есть такой человек, который обновляет читы, он их создает. И каждым обновлением чита, то есть в Warface обновление чита выходит. Так что я могу играть в Warface с читами. А если не трудно, можешь мне то ждать? Чит, но у меня в последнее время его не качал, наверное, уже полгода назад только скачивал эти читы. Мне надо его самому будет проверить, так что, я знаю, если честно, долго очень. Но в дальнейшем, да, я думаю, могу. Ну, просто там есть такие вещи, как, например, ну, там не любят читеров, но просто... Ну, я тоже специально с читами играл, чтобы наткнуться на такого ликвидатора, но почему-то у меня не получилось. Всем как-то плевать. Ну, нам, наверное, сразу Warface просто банят, на тебя там кидают, просто жалобы из-за этого. Да, 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 из-за этого. И теперь, кстати, если на тебя жалобы кидают, тебе компьютер сам банит. Не надо, чтобы администрация, ну, ждать, там, пока они придут, допустим, если ночью, то они только с утра придут, там, и только тогда забанят. Ну, если у тебя есть антибан, то... А, не работает, я проверял даже новые антибаны, которые приватные есть, мне тоже человек давал, что-то они не работают, не знаю, все равно банят, и все. Или просто игра вылетает, бывает. Ну, я как помню, антибан, жалобы там удалялся, такое. Ну, насколько я знаю, жалобы ты не можешь удалить, потому что он напрямую как администратор уйдет от того человека. Это даже не через игру идет, а через сайт их, поэтому ты удалить это не можешь. Антибан, он там может изменить кое-какие файлы в твоей игре, чтобы, когда администрация будет проверять твои файлы, они посмотрят и увидят, что, как бы, у тебя все нормально, ты никаких читов не использовал. Вот такую штуку. Ну, у них теперь есть другие методы, там, они на видео записывают, там, если у тебя жалобы кидать, у них начинается запись от игры и тому подобное, так что они все равно увидят это. Некоторые антибаны подменяют видео, но все равно они находят способы увидеть, что это читер. Или увидеть, что, допустим, это антибан был такой, который подменил видео. Ну, я вот смотрю на твое видео, у тебя такое им, которое, как у меня, вон, в 1.6. Ну, да, у меня такое нормально, он хорошо стреляет, но очень нравится. Другие проверяли, они как-то коряво стреляют, а это очень хорошо. Но это им хорош в том, что у него нет авто-быстрела, когда на тебя подходят. Есть, авто-быстрел в этом есть, но его можешь отключать, я использую авто-быстрел. И с ним он очень хорошо стреляет, прямо идеально, только выбегаешь и всех сразу в хэпшот валит. Намного лучше, чем много. Я вот сколько проверял, этот лучше. Ну, одно. Он на хоме открывается, да, по-моему? По-моему, нет. Он вообще открывается... На интер, на интер. Нет, не на вообще, он вообще никак не открывается. Ты просто запускаешь его, в игре появляется в консоль такая штука, заходишь в игру, играешь за им. Если тебе не нравится, ты просто его выключаешь, перезапускаешь игру и без анима, и всё, у тебя его нет. Или в настройках игры, там есть такой файл конфига, ты настраиваешь те функции, которые тебе нужны. А что, неплохо, да? Ну да. Ну вот как-то так. Ладно, я думаю, что всё, я уже видео буду завершать, зато уже очень долго идёт, всего 9 минут. Поэтому, ладно, всё, тогда давай удачи. Как бы, я думаю, ты больше не будешь заниматься красными читерами, я обещал, в общем. Поэтому, в принципе, я надеюсь на это, что ты меня не солгал. Я тоже надеюсь, что ты мне тоже не солгал, потому что мой компьютер теперь свободный. Твой компьютер теперь свободный. Я всем, кому давал по роликам, проделал бы эти все операции, и у них он оставался не заблокированным. Ну, просто мало что, вот. Ну, я тебе говорю, сразу можно попробовать перезагрузить, если что, пароль ты знаешь, но я тебе грузусь, ничего не будет. Я уверен, на 100%. А если я, например, если я компьютер перезагружу, то что будет тогда? Ну, что не будет у тебя, просто он, что не будет, и живёт пароль, ты удалил его всё. Ну, мало ли что ещё. Я тебе говорю, ничего не будет, у всех, у него одного из людей такого не было. Если я пароль давал, у них всё нормально. Если я пароль не давал, у них-то по-разному было. Либо они там Windows, потом переустанавливали, и им плохо было, либо у них антивирусник такой, который после перезагрузки включается, и тогда, бывает, он его снимает. Ну, я даже не знаю. Я тебе говорю, попробуй, всё нормально, быстро на компьютерах. Я тебе говорю, на 100% уверен, что всё будет хорошо. Если ты проделал всё, что я тебе просила, я видел, что ты проделал, всё будет нормально. Ну, а я сейчас тоже поставил на сканирование вирусов, у меня читают... Да, 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 хорошо, пожалуйста, сканируй. Я тебе говорю, больше у тебя вирусов там не должно быть, у тебя всё будет нормально с этим. Ну, когда винлок включён в лайк в твоём компе, как я помню, то он просто начинает спамить тебе много-много вирусов. Ну, я такого не делал в своём винлоке, поэтому он не спамит вирусы здесь, в этом случае нет. Но он копирует, конечно, другие места, но ты всё очистил, разблокировал там себе реестр и всё такое, поэтому, в принципе, он у тебя не будет больше появляться. Ну, это да, но я смотрю, но я смотрю, что Аладдин проходит ещё игры, да?